всем привет забабахали тут нам раковину прикольно тоже из такого же гранита тадж махал называется с waterfall с водопадом короче здесь будет еще вот так гранит идти ну и краны будут из стены мы наверное сейчас будем начинать уже работать над этим душам не знаю сколько мы сделаем сегодня пятница так что так ребята будем сейчас смотреть конечно я не хотел начинать его пока мы не разберемся с этой с балконом со столбами уже не двигать вверх-вниз чтобы дом есть не ходил ходуном кому что живем соломенных домах все движется так что так такая красота ребята поехали короче сейчас высчитываем высоту от этих боковинок сюда к шлю дару вот таком вот можно было без него вот так как у нас она идет вот к стене надо как-то зафинишировать этот край потом уйдет на по потолку как потом идет по этой стене и сюда будет шлю дар и эти линии должны переходить сюда и туда пошел здесь будет получаться целая плитка посередине а такой вот вариант это будет отрезаться конечно кстати здесь есть бракованных очень много вот мы заметили точечка здесь точечка здесь здесь вообще вся в точках только мы начали плитку вымерять как сразу нужно освобождать место для электриков убирали наш тут наш инструмент электрики будут менять люстру так как хозяевам это не понравилось у них как бы они примеряют ставят а потом надо новую вот тут для них вот скафалды сейчас принесли теперь им надо помогать эту люстру делать как делать плитку когда тебе нужно делать все так как мы ответственны здесь за все работы люстра называется рыцари круглого стола вот два рыцаря и вот еще несколько рыцарей который будет помогать им туда и елы-палы это паутина 48 лампочек это что-то как-то для перфекционистов не пойдет тогда 150 было короче буду снимать таймлапс как вы вешаем люстру электриком помогаем деньги пополам делим до и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Короче, ребят, получилось так, что люстра очень тяжелая, и для нее надо будет делать укрепление здесь на крыше. Я вот залез сейчас, попробую сделать, а потом уже будем прикручивать. Так что, вот такие дела. Вот так вот мы занимаемся плиткой. Вот так здесь все выглядит. Стекловато. Сейчас вот там буду копать. Ты там? А, ну окей, сейчас. Сейчас найду лампочку и сделаю. Я здесь наслаждаюсь чистейшим воздухом. Так что все good. Давай, я иду. Чтобы было видно, что мы делаем. Короче, чтобы в любую дырку люкстра можно было закрутить. Ну, в отверстии. И чтобы попали в доску. Попытка номер два. Ну-ка, 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 ну-ка. Не, надо, чтобы я держал с края. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Короче, за место плитки занимаемся по-новому ремонтом. В месте, где уже все закончено. Мы любим геморроем заниматься. Мы любим геморрой. Здесь вот. Все уже закончено. Даже гранит постелили. Все. Все закончено, ребята. Уже мебель здесь вон. Здесь даже полки поставили. Все здесь. Все. Ой, что-то я так резко. Soft close. Все. Заходи. Как говорится, живи. Мебель здесь, мебель там. Ти-ви. Все. Даже вот боулинг можно играть. Но, тем не менее, мы начинаем ломать эту дверь и будем ставить сюда другую, которая открывается. Дело в том, что размерчики у нас не совпадают. Та дверь больше, чем вот здесь opening. Теперь мы будем думать, что делать. Так что, это я снимать не буду. Кстати, вот еду домой. И вот такой вот у меня тут багаж. Для моих двух женщин. И для моих двух пацанов, которые, чтобы подарили тоже маме, учу их немножко, потихонечку. И, пользуясь случаем, поздравляю всех женщин моего канала с Международным Женским Днем. 8 марта. Желаю вам всего хорошего. И чтобы ваши мужья не забыли вам подарить цветы. Пока. Такие вот дела, ребята. Горанички. Забабахали. Красоту здесь. Еще не чистили. Супер. В субботу работали. Молодцы. Прикольно. Начинаю плитку с этого крайнего порога. Положил уголок вот так. Чтобы сразу же было идеально. Сделаем порог. Потом по нему линии будут совпадать с верхом. Конечно, не знаю, как получится мне. Не получится, наверное, видос чисто душа. Наверное, будем там еще внизу работать. Так как мы здесь ответственны за все работы. Говорится, не получится чисто на душу сейчас работать. Наверное, будет такой собирательный видос опять. Ну, в принципе-то, я вам неинтересно. А то одна плитка, может, уже никому неинтересна. Здесь в прошлый раз пришлось наклеить пенопласт. Потому что мы не знали, насколько толщина у ребят получится здесь с гранитом. Она немножко шире, чем нам надо. Мы вот так приклеили пенопласт. Все остальное раствор. И здесь будет все в раствор держать. Так что вот так. Сделали порог. Ну как, боковую сторону. Потом сверху пойдет так. Целая плитка как будто бы продолжается. Вот так. Человек собирался делать плитку. А мы окна меняем. А у нас все. Сняли старое. Сегодня уже три. Сейчас скажу. Раз, два, три, четыре. Это пятое сегодня. У нас еще пять. Зато какая красота. Сидишь такой, паришься здесь. Такие красоты наблюдаешь. Оно как будто, знаешь, смотрится. Как будто картинка не настоящая. Picture frame. Ребята, в чем минус американских окон? Кроме того, что они как друшлаг все пропускают воздух. Это то, что их можно поставить снаружи. Только снаружи. Ну, мы, конечно, сейчас присосками взяли. Засунули его на улицу. И потом из-за вот этого фленча, из-за вот этого вот, как она называется. Эта ерунда, она идет вот на стену. Из-за нее приходится окно только снаружи ставить. Нельзя, как в России там или в Европе, поставить щимами, зафиксировать и пеной задуть. Ее надо с улицы обязательно и шурупами прикручивается. Вот так, вот так здесь в Америке делаются окна. Приходится вот на такой высоте, в три этажа. Так что так. И вот на силикон. Сейчас еще резиной вот этой черной сверху. Вот здесь вот так вот проклеим. И будет готово. Фух, супер. Присоски нас выручают, конечно. Красота. Ну все, можно плитку начинать. Здесь забабахали. Два окна, еще два внизу. Вот так, ребят, выложил на сухую. Там поподрезал. Здесь поподрезал. Под дрейн тоже. Конечно, все вот так. Лежит, потому что склон. В общем, сейчас думаю, как делать вот эти вот линии. Конвертик. С угла. И на угол дрейна. И с того угла на угол дрейна. Или как-то по-другому. Пока не знаю. Что вся поцарапана? Не знаю, тебе тоже такие вот. Дождь вообще, кстати. Вот такие вот окна здесь, в Америке. Получается вот такой вот. У нас на фленч называется. И он вот идет сюда. На силиконом. Вот сейчас это. И прикручивается шурупами. Поэтому все окна в Америке с улицы ставятся. Готов? Готов. Готов? Готов. Ниже? Я взял ниже, чтобы легче было. Готов? Нет. Ух ты. Держишь? Держу. Вверх, вода. Было бы неплохо, если бы все было в уровне сразу. Может это будет? Сейчас я сейчас посмотрю с той стороны. Она там въела, сразу. Сейчас. Прикола в том, что старое окно было открывающееся, а это глухое. И она не дошла до обновления. Так, опять забросил плитку. Начали смешание окна ставить. Нам еще. Наверх туда. В общем, здесь еще. Сколько? Опять штук осталось. Три. Шесть штук. Вон еще одно. Вот эти глухие еще ничего. А вот. А вот это еще, кстати, надо будет. Заклеиваем вот такой резиной на бумаге. Специально для окон. Не отрикошетит, чтобы она на гараж не отрикошетила. Всем привет, ребят. Утро понедельника. Морду не показываю. Сейчас объясню вам, что здесь происходит. В общем, на прошлой неделе. Если вы посмотрите, в понедельник, когда мы смешание ставили вот эти вот окна. А вот эти вот окна, я уже был никакой. Заболел я из... Со среды, получается, три дня. Валялся дома. Как говорится, отдыхал с температурой под сорок. Вот, под выходные уже более-менее раскачался. Сейчас вот приехал на работу, даже не знаю, что здесь происходит. Показываю вам пока красоты. Смотрю уже, ребята, забили об наличник вокруг окон. Смотрится прикольно. В общем, да, заболел я и не работал. Поэтому я не снимал видос, не доснял и не вышел он. Поэтому в эти выходные уже обещать вам, что я буду снимать плитку не буду. Что пойдет, то пойдет, ребят. В общем, вот так вот происходит. Не сильно легко в нашей ситуации здесь что-то обещать. Так что так, поехали. Будем включаться, как говорится, в рабочую неделю. У нас было очень тепло, а на этой неделе уже будет все опять падать. Так что так, погнали. Ну да, ребята, теперь, конечно, мы встретились с еще одной проблемой. Старые двери, они были шире немного. Я думал, за счет того, что они открываются, а эти глухие, те были шире. Получилось, что нет. Просто сами вот эти окна, они уже. Теперь нам надо решить проблему с этой щелью здесь. Наверное, придется все срывать. Полностью отрывать. И по новой делать. Это просто капец. Ребята пытались засиликонить. Это не дело, конечно. Хозяину не нравится. Мы думали, что мы отсюда уже свалим, но нет. Походу, еще здесь остаемся. Вот здесь такая же история. Мишаня заклеил. Вот такая щель здесь. Не знаю, вот мой палец заходит. Продолжение с этим обналичником. А на этом этаже практически все закончено. Не хотелось ничего здесь делать уже. Остался один вот шаур, который мы никак не начнем. Все так и лежит. Погодка просто шепчет. Тут из новенького поменяли люстры. На вот такие, не знаю. Те как-то посимпатичнее были. По моему мнению. И нам привезли рояль. Играть я не умею, поэтому... Покажу вам просто рояль. Здесь ребята-граничники закончили свою часть работы. Вот здесь тоже они приклеили. Теперь нам осталось только повесить вытяжку. Так, что так, ребята? Так, все получилось. Вытяжка будет висеть на граните. Вот такие вот тут красоты у нас, ребята. Так, отметили все кусочки. Сейчас как порежем, и... А, фиг разберешься. Еле-еле отрезали такой кусочек. Вот так. В порядке. В живой площадке. Вот так. Играет музыка. Вот так. Играет музыка. 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 пользуемся соточкой это сухая ей на сухую можно кафе от густях решили сейчас дрейн прикрутить приклеить он держал сам себя я не ждал что прям такой густой так порезали конечно вот кроме тех задних те уже те уже потом поставил дрейн уже на растворе частного уровень надо будет его сделать этот фокус здесь ну хорошо хоть светло ребята не расстраивайтесь если у вас маленький level можно всегда вот так на на клемпы на струбцины тянуть 2 в общем не надо будет сделать средний ряд по вот этому вот level и Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 который раствор вылазит то пару дней так фокусы пару дней уже тогда надо будет очень сильно скрепить и так что так сейчас положу вон ту и буду думать насчет этой принципе там немного так нам работы просто неудобно вот так выложил на сухую уже прорезал здесь почему делаю не от угла здесь от угла а там не от угла потому что вот здесь вот я сделал черточку потому что на задней стенке у нас гранит а на этой стенке нету там будет плитка когда я положу плитку будет как раз в углу вот про что я говорю то что не с угла точнее с угла и не на углу потому что когда я поставлю здесь плитку она будет как раз а вот причина того что ребята так не сделали вот идет шов вот эти по не сделали с этого угла и немножко сместили вправо точнее чуть-чуть совсем вот так здесь была бы плитка и было бы с угла на угол а теперь плитка будет здесь может чуть-чуть сюда а угол выходит сюда Продолжение следует... Продолжение следует... Так... По идее, надо склончик к стенке сделать. Надо, чтобы был склончик, по-любому видно. Небольшой склончик есть, но так не пойдет. О, получше будет. Продолжение следует... Надо, не надо, не знаю. Конечно, если мне поможет, это... Не, это сильно... Не достает. В принципе, должна держаться, по идее. Так... 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 не знаю немного вата или склона хочу чтобы вода здесь не скапливалась текла по степах потолочку сюда и сюда не хочу чтобы вода здесь была слишком много забрал свой трачок перекинул на летнюю же служит уже два сезона мне супер круто 108 долларов стоит перебортировать мою машину 108 долларов там с копеечками 60 центов в прошлом году было 96 долларов чтоб перекинуть всем привет у нас новый день вчера вот это закончил в чем минус вот этих вот присосок что они не подкачивают сами давление и вот я вчера их оставил они уже не держат наверное где-то через полчаса может они от от отскакивают которые подороже у них стоит там специальный датчик и он подкачивает ничего ничего не хотя вчера хотя вчера вот эти две плитки это и вот это свалились и вот это разбилась одна мне пришлось перерезать вот это свалилась поэтому я уже торопился чисто по шурикам и и перерезал прилепил остался там один кусочек сейчас здесь приклею получается все будет здесь них если честно уже вообще не хочется здесь сюда залазить лепил я здесь на ляпки чтобы чтобы можно было придавить и присосалась я думаю нормально здесь на гребенку вообще нереально конечно конечно то что мы там задували в наличник пену то конечно ерунда полная задувать между окнами здесь уже задул а там здесь все равно наличник поснимали новые прибили сейчас покажу вот здесь старый сняли по-нормальному задули пены между окон он накупили нового наличника уже кое-где перебили так что так ладно ребят за бабаха я под лавочкой эту стену и потолок уже буду снимать отдельно так что вот такой видос получился кому интересно оставайтесь дальше кто не подписался подписывайтесь кто не поставил лайк ставьте лайк что так у нас такая погодка всем пока мы еще где-нибудь поработаем скорее всего здесь ну